И следующий у нас докладчик Галина Ивановна Романова. Тема психологии и психологизма в романе «Преступление и наказание» Федора Михайловича Достоевского. Галина Романовна наш гость на конференции Московский городской педагогический университет, доктор филологических наук, профессор. Пожалуйста, Галина Ивановна, вам слово. Добрый день, коллеги. Спасибо, Людмила Николаевна, за такое представление. И действительно, о Достоевском говорят очень часто, как о психологе. Он и сам себя называл. Помните, в записных книжках отмечал, меня называют психологом. Неправда, я лишь реалист в высшем смысле слова и так далее. То есть отражаю все глупины души человеческой. Но вот отношение самого Достоевского к психологии, как науке, оно неоднозначное. И поскольку мы сейчас… Вот слушала доклад предыдущий о бесах. И по своей теме, конечно, даже и так непроизвольно вспоминаешь то, что относится к этому вопросу. Ставрогин, помните, как глава у Тихона, исповедь Ставрогина, говорит, «Я не люблю психологов и шпионов, особенно тех, которые ко мне в душу лезут». То есть вот такое неприятие, безусловно, персонажа, не самого автора. Но мне думается, здесь все гораздо… Отношения эти гораздо сложнее. И мой-то вопрос связан прежде всего, что меня волновало, когда я думала на эту тему. Вот разведение двух больших понятий – психологизм и тема психологии. Традиционно психологизм, ну, на примере романа «Возьмем преступление и наказание», рассматривается как система художественных приемов. То есть специфика описания внешних проявлений духовной жизни персонажей, их ощущений, переживаний, настроений. Ну, можно привести работы Иезуитова, Черкова, Гинсбург, Ессена, вот из более новых. Практически каждый компонент художественного мира, произведения, может быть рассмотрен с точки зрения его психологической функции. То есть как средство воспроизведения психической деятельности. Портрет, пейзаж, интерьер, атрибуты, вещи какие-то в мире, сюжетные ситуации и положения. Они значимы как художественное, в какой-то степени косвенное проявление представлений писателя о психологии. Но знание человеческой души может быть выражено и прямо. В тех случаях, когда психология, как наука или комплекс общепринятых представлений о психической деятельности, становится темой или одной из тем произведения. Следовательно, необходимо различать психологизм, как систему приемов, то есть формальный аспект произведения, от психологии, как одной из тем. Ну, в школьном таком огрубленном, в учебном огрубленном анализе, содержательный аспект. Рассуждения персонажей о психологии составляют значительный слой идейного содержания романов Достоевского. Однако вопрос об их значении как проявления авторских представлений о психологии еще пока не ставился. А различия между психологизмом и темой психологии пока не проводилась. И, как известно, тема, она, черпая, может быть подчеркнута не только из литературных, публицистических, газетных каких-то материалов, но и из реальной действительности, и таким образом наиболее очевидно связывает литературу и реальность. Мотивировка поступков действующих лиц на разных этапах литературного развития связывалась с внешними обстоятельствами или с особенностями душевного мира персонажей. Психологизм художественного изображения и его специфика в значительной степени связан с уровнем науки и представлениями у психологии и физиологии, которые бытуют в обществе соответствующего периода. И актуализацией этих знаний в литературной критике, науке и степенью заинтересованности самих авторов этими проблемами. Вопросы психологии волновали русское общество во второй половине XIX века, как раз где-то в 60-х годах. И это отражено в художественной литературе, в романах и Льва Толстого, и Достоевского, но у Достоевского раньше. Я, говоря о Толстого, имею в виду Анну Каренину, где уже на первых страницах романа Стива Облонский говорит о психологических вопросах, как о свежих, о самых новейших достижениях, но это уже 70-й год. А вот в 1860-е развернулась полемика между журналистами современника и русского слова по поводу работы Ивана Сеченова «Рефлексы головного мозга». Дискуссия оживилась в 70-е годы в связи с публикацией новых исследований по физиологии, в частности, статьи Кавелина «Задачи психологии». Вот интересно, что на этом начальном этапе физиология с психологией неразрывно связана. Или в 70-е же годы была опубликована работа Сеченова «Кому и как разрабатывать психологию», который утверждал, что психические акты подлежат физиологическому исследованию. А вот в творчестве Достоевского как бы наоборот происходит понимание психологии, человек, оно выражается в физиологических проявлениях. В романах Достоевского «Размышления о психологии» характерный тематический мотив, отражающий интерес писателя к этой области знаний. Его представление, интерес к естественно-научным достижениям в значительной степени связан с его жизненным опытом. Писатель, которого и современники называли, повторю, психологом, а исследователи 20-го века считают психологизм доминантой его стиля, он не отличался крепким здоровьем и с молодости проявлял особый интерес к вопросам нервной деятельности. Об этом свидетельствуют воспоминания докторов. Ризенкав – это начало 40-х годов, и Яновский – конец 40-х годов. После каторги в 60-е годы, как известно, Достоевский ознакомился регулярно с новейшими трудами по этой теме, которые публиковались в медицинском вестнике. Это не только работа самого Сеченова, но вот любопытный момент и ученицы его – Надежды Сусловой. Первая женщина, русская женщина-физиолога и главная, нет, конечно, это не самая главная, но родной сестры Аполлидарии Сусловой, возлюбленной Достоевского. Вообще очень интересная жизнь и история этой женщины. Но для нас важно то, что Достоевский с ней и общался, и следил за ее публикациями, и сохранились несколько писем ее, но, правда, по поводу сестры. В «Присциплении наказаний» 66-й год психологии личности, поддавшейся некоторым странам, недоконченным идеям, и, как мы помним, это из письма Коткову Достоевского, это психологический отчет одного преступления, то есть эта тема, произведение сознательно обозначенное автором еще на этапе только формирования замысла романа. И в окончательном тексте слова с корнем «псих» одни из самых частых в романе и объединяет ряд мотивов, связанных с темой душевной жизни человека. Кроме того, специальная терминология «мономания», «ипохондрия» используется для обозначения «не однажды», для обозначения состояния духа Раскольникова. Так характеризует Разумихин своего приятеля, иступленный ипохондрик, мономан. Также описывает его и доктор, и повествователь. Повествователь нескольких дважды говорит о том, что он решительно ушел от всех, как черепаха в свою скорлупу, и даже лицо служанки возбуждало в нем желчь и конвульсии. Так бывает у иных монуманов, слишком на чем-нибудь сосредоточившихся. В этом отношении знаменательное описание способа лечения доктора, приглашенного к больному Раскольнику. Начинающий врач, как подчеркивает повествователь, пристально наблюдает за своим пациентом. Хотя вопросы его самые обычные для того времени, каков пульс, болит ли голова, есть ли аппетит, ощущается ли слабость. Но читателю ясно дается понять, что не это главное для постановки диагноза. Внимание доктора привлекает прежде всего душевное состояние пациента. И отмечая физиологические признаки болезни, он не однажды говорит о том, что боится, чтобы Раскольников, цитата, не сошел с ума. А это оказывается на руку преступнику. А ведь это, пожалуй, и хорошо, что он меня почти за сумасшедшего считает, подобно Раскольников. Только начинающий практиковать, вчерашний студент, доктор, знаком с достижениями в области физиологии и психиатрии. И этот врач оказывается так же, как Раскольников, под влиянием новейших идей, но не политических, а научных, но столь же странных и недодуманных с точки зрения автора, как идея Раскольникова. Вот почему я отсылаю сразу к самому Достоевскому, хотя, в общем, в тексте этого нет. Дело в том, что, прочитав одну из работ Павлова, Достоевский записал себе такой вопрос. А где же душа? И вот эта внутренняя полемика с научными достижениями, с естественно-научными достижениями, вот она ощущается и в художественном изображении. Физиологические проявления, горячка, бред, галлюцинации, омороки, потери сознания, ну, все то, что часто встречается в произведениях Достоевского, являются результатом нервного напряжения, связанного с определенными событиями в прошлом. Эту мысль, высказанную учеными психиатрами и физиологами, повторяет и врач в романе Достоевского, предположивший, что первоначальные и коренные причины болезни Раскольникова связаны, цитата, с его выходом из университета. Ну, казалось бы, вот такие вещи далековатые друг от друга, особенно по тем временам. Читатели же романа, ну, обзор которых гораздо шире, могут связать болезнь Раскольников с его переживанием, ну, как действительно это изображено в романе, с переживаниями и необходимостью сделать выбор и решиться на преступление. Приблизительно в исходном ключе изображено и повествование, идет повествование о болезни матери Раскольникова, которая также до нее доходит сведения, и о сыне, обиде с сыном, и в конце концов это приводит к трагическому исходу. Тайную психологическую причину физического нездоровья пытается найти Ирозумихин, но он находит другую причину, предполагает, что Раскольников политический заговорщик. И цитата прежней, это теперь как все объясняется, и болезнь его, и странные поступки, даже и прежде, еще в университете, какой он всегда был мрачный, угрюмый, конец цитаты. Той же точки зрения о непосредственной связи физиологии и психики придерживается и повествователь, согласный с защитниками Раскольникова на суде, которые воспринимают с явным недоверием и досадой его признание в том, что он совершил преступление исключительно, цитата, по материальным причинам. Тут что-то другое, уверенные защищавшие это мнение. Однако постичь истинную причину душевного нездоровья можно только в контексте художественного целого, в котором влияние событий внешнего мира на душу героев значительно, но не является определяющим. Причина душевного расстройства гораздо глубже. Она кренится в безбожии Раскольникова, решившего, что коли Бога нет, то все позволено. К этому выводу читателям подбудет автор, переводя внимание с картин болезни Раскольникова на повествование его теории. Источник болезни – это не только психическое напряжение, но и усиленная умственная деятельность, которая приводит к болезненному состоянию. Безбожная теория Раскольникова, его идея о двух разрядах людей в основе своей психологическая, хотя здесь есть и социальные, и религиозные, и философские аспекты, так как выделяются группы по эмоциональному критерию. Существуют якобы люди послушные и такие, которые не признают, то есть и не ощущают границ дозволенного. Такое суждение вызывает ассоциации с делением литературных типов на хищных и смирных в органической критике Аполлона Григорьева, а позже реализованного в комедии, в пьесе Островского «Волки и овцы». Данные литературные ассоциации сыграли не последнюю роль в суждениях Михайловского о страданиях, цитата, «Волка, пожирающего овцу. Жестокий талант». Критик Народник акцентировал именно психологическую сторону изображения Достоевским человеческих отношений, выразив его аллегорически и использовав образы животных, редуцируя тем самым рациональный рассудочный аспект. Так же, как доктор Разумехин, исследователь Порфирий Петрович напрямую связывает физиологию с психикой. А нервы-то, а нервы-то, вы их-то как забыли, ведь это все ныне больное, худое, да раздраженное, а желчи-то во всех сколько. И, наконец, цитаты. Почок тревожность, нервность, эмоциональная впечатлительность Раскольникова. Следователь выбирает тактику соответственную поведения с преступником. И интересно его рассуждение. «Он у меня психологически не убежит». Каково выражение цито? Он по закону природы не убежит. Сам себя кругом запутает, как в сетях, затревожит себя насмерть. Также психологически следователь понял и разъяснил Разумихину неожиданное признание красейщика Миколки. Однако здесь писателям использован прием умолчания. Это объяснение, психологическое объяснение этого непостижимого признания, в общем, оно в тексте не прозвучало, его нет. И многие исследователи до сих пор пытаются дать свое объяснение этого поступка. Но мне кажется, что одна из лучших интерпретаций этого фрагмента – это работа биома в книге «Достоевские психоаналитические этюды». Таким образом, становится очевидным, что высказанный персонажем роман осуждения по психологии синонимичны, несмотря на то, что занимают они совершенно разные идеологические позиции. И эти суждения отражают преобладающие в современном достоевскому обществу представления о связи психики с физиологическими процессами. Новейшие теории, конечно, справедливы, и студенты, следователь, врач, повествователи и персонажи, то есть отчасти правы. В этом отношении, по словам Бахтина, сознание героя дано как другое, чужое сознание, но в то же время оно не предмечивается. Ой, прошу прощения, не отключили телефон. Извините. Однако структура романа, логика развития сюжетных событий, иронический тон комментариев по относительно этой психологии приводит к выводу о том, что физиологически... Прошу прощения. Читатели приходят к мысли о том, что истинную причину надо искать не во внешних условиях, не в рассудочной сфере, но в эмоциональной жизни личности, связанной с обращенностью к высшей силе. Напрашивается вывод о том, что в рассмотренных фрагментах романа, то есть вот с тем пластом, в котором воплощается тема психологии, авторская точка зрения противостоит позиции и повествователя, и персонажей. Более проницательному взгляду автора, направленному в метафизические глубины, становятся доступны истинные причины душевных болезней, связанные в конечном счете с религиозно-духовными проблемами. Это убеждение, отчасти вызванное осмыслением научных достижений физиологов, обусловило и художественный психологизм. Но и про перспективу исследования здесь вот интересный, может быть, такой поворот, учитывая, что все персонажи, о которых сегодня говорил, и которые больше всего рассуждают именно о психологии, это люди, имеющие отношение, то есть персонажи, имеющие отношение к судебной психологии и непосредственно к такому отделу судебной психологии, как криминальная психология. Но это уже другая тема. Спасибо, извините, если задержала. Спасибо большое, Галина Романовна. Очень хороший, очень интересный и нужный доклад. В таком ракурсе у нас еще Достоевский сегодня не звучал. И недаром ведь труды Достоевского стали основой для первых психологов, включая даже Фрейда, который анализировал труды Достоевского. И надо ведь понимать, что науки, психологии, как сформированные науки в то время еще не было. Она же к концу XIX века была обозначена только как, именно как наука. И Достоевский наверняка делает многое интуитивно. И многое он может быть, вообще делает впервые. Создает своих героев, анализирует их. Вот их хорошо проанализировали Раскольникова, да, и вот эти истоки его болезни. Но мне кажется, здесь еще самое главное, это обида за отца, вот эта детская обида, которая прорывалась как раз во сне Раскольникова. Это ведь чисто прием психологов через сон проникнуть в детство и в детстве увидеть истоки. Мне кажется, вам надо это сюда тоже добавить в коллекцию. Спасибо, но вы знаете, Фрейд... Я понимаю, что это, наверное, уже... Достоевский и отца убийства, там затронутая эту тему, безусловно, это значит позже. И вы совершенно правы, что психология, и в частности, даже вот книга Чезаря Ламброза с типами психическими, разные типы преступников и так далее, она появилась через 10 лет после выхода преступления и наказания. То есть действительно... Но я бы не сказала, что интуитивно Достоевский вот пришел к таким выводам. Мне кажется, что это результат именно вот его уже хорошей подготовки. Я не стала подробно рассказывать о том, какие книги брал и читал у своих докторов, у психиатров Достоевский. А ведь, например, Яновский писал, что если бы Достоевскому стать на дорогу психиатрии, что все Шарко, Сигмунт и Вестфалли остались далеко позади. Я почти точно процитировала. То есть ему любая психиатрическая задача была бы по плечу. И он великолепно их решал в своих романах. Уже после смерти в 81-м и 85-м году были написаны эти воспоминания. То есть вот действительно здесь, еще раз повторю, мне думается, не столько интуиция, сколько вот здесь уже ум, рассудок, знания. Ну и, конечно, талант художественный, который смог вот это все так изобразить. Спасибо вам большое. Я думаю, должны быть вопросы и суждения. Пожалуйста. Суждения высказать. Спасибо огромное, Галина Ивановна. И мне представляется, что, конечно, вот самая ценная вам высказанная мысль как раз в том, что Достоевский любую теорию, новую, он ее схватывает, он ее старается изнутри посмотреть, проанализировать. Но самое ценное, что он всегда своим художническим и духовным взглядом все поверяет. То, что вы процедитировали. А где душа? И социолога Кетли он так поверяет. И предисловие Руаек происхождению видов. Вот это, конечно, уникальное его качество. И мне кажется, здесь вы вот эти доминанты очень важные выделили. И здесь еще можно подцепить не только психологию и другие смежные науки. Это очень интересно. Спасибо огромное. Мне кажется, подцепить не только преступления и наказания, а и все остальные романы. Самую методологию, да, его мышления, конечно. Потому что вы тут сконцентрировались на одном. Естественно, мы тут, наверное, параллельно каждый делал какие-то, ну, проводил эти параллели с идиотом, с братьями Карамазовыми. То есть мы видим, как работает, да, как психолог. Пожалуйста, есть еще какие-то суждения, вопросы? Я, с одной стороны, боюсь время занять, а с другой стороны, я не могу не выйти в эфир. Да, Галина Ивановна, здравствуйте. Я рада безумно вас видеть. Спасибо вам большое и слышать, и слушать. И, да, невероятно было интересно. И, как всегда, с размышления это порождаются. И у меня вот такой вопрос, ну, опять-таки, не сколько вопрос, сколько именно со мыслями, а такое вот то, с чего вы начали, да, вот эта вот фраза Достоевского, известная, что я не... Меня называют психологом, это неправда. Я не психолог, я реалист в высшем смысле слова. То есть, как будто бы здесь какое-то, он сам обозначает противоречие. И вот в этой связи вот этот подход к анализу именно психологии героев, вот как это соотносится вот со сферой реализма в высшем смысле слова? В этом плане психология это какой-то первичный этап, да, то, что должно быть преодолено и дальше какой-то другой уровень. Или это... Ну, вот как это соотносится психология с реализмом в высшем смысле вот именно в художественном пространстве, вот зная его вот такое высказывание? Спасибо за вопрос. Да, вы знаете, вот я немножко пыталась показать, ну, как бы предваряя этот вопрос, сказать о том, что все-таки у Достоевских, да, действительно, как вот сейчас сказала Людмила, Александровна. Да, извините. Да, действительно, Достоевский очень критично осмысляет даже выводы, исследования ученых, казалось бы, да, самого-то образования инженер, а вот психологи, социологи, а их выводы, они переосмысляются и довольно критично переосмысляются. Вот так же критично относятся Достоевский и к самой науке психологии, которой действительно на тот момент практически не было. А ведь Достоевский пишет не просто о психологии, а действительно о криминальной психологии, потому что и следователи, и студенты-юристы рассуждают, врачи у него, то есть специалисты, те, которые имеют непосредственное отношение к этой науке. Ее тогда практически не было. Вот мне вспоминается работа российского, уже советского криминолога, поздношего, вот его книга о психологии, она до сих пор остается для юристов основным пособием. Вот он пишет в 1926 году, вот представляете, после выхода преступления и наказания, прошло там, сколько, 80 лет, что ли, он пишет, начинает свою книгу с того, что вот только в наши дни начинает формироваться вот эта наука. Вот. То есть действительно для Достоевского, ну, в общем-то, таких основательных пособий-то еще не было. То есть действительно много людям, которые делали такие выводы прямые, как, например, Сеченов, который говорил о том, что вот в ряде его работ проводится эта мысль о том, что психику надо изучать так же материально, как физиология. Психика связана с физиологией непосредственно. И вот если мы, определяя там, к примеру, температуру, пульс и прочие-прочие вот вещи, мы можем понять, здоров ли человек психически. И вот в романах своих Достоевский, по-моему, он очень часто полемизирует с этой мыслью. И он говорит о том, что вот этой прямой-то связи, наверное, нет. То есть против такого, ну, вульгаризаторского, что ли, немножечко, вот, подхода, конечно, нет. И действительно, психологи, мне пришлось прочитать много на эту тему, действительно, вот, основатели психологии, физиологов, часто критиковали за эту прямолинейность. А Достоевский, вот, благодаря, вот, по-моему, только своему писательскому таланту, своему гению, мог преодолеть и представить психологию как более сложное явление. Психику человека гораздо сложнее, чем в то время вот начинающие исследовать эти процессы в науке ученых. Спасибо. Спасибо большое, Галина Горьковна. Спасибо. Возможность порассуждать. Вы еще... Спасибо большое. Все, у меня нет вопросов. Только благодарности. Спасибо. Спасибо, спасибо. Правда, очень интересно. И даже ответы на вопросы еще интересно слушать. Может быть, еще есть вопросы? Все? Спасибо, Калини. Спасибо большое.